В Канске храбрая продавщица Гружённый самосвал с водителем в кабине ушёл под лёд в Енисейском районе. На месте работают полицейские. Трагедия произошла на частной ледовой переправе Верхнепашина-Потапова. Предварительно гружённая пещоногравийная смесью машина выехала на лёд и провалилась в 300 метрах от берега. 33-летний водитель не смог выбраться из салона. Губернатор Красноярского края Александр Ус переболел коронавирусом и уже получил отрицательный тест. Глава региона в своём Инстаграм сообщил, что заразился после возвращения из Москвы. И первые три дня у него была острая фаза заболевания, а потом обычная изоляция. Губернатор поблагодарил врачей и рассказал, что мог переболеть без серьёзных последствий благодаря прививке. В эти выходные можно бесплатно посмотреть на соревнования по зимнему дрифту. На трассе Красное кольцо пройдёт третий этап чемпионата края. На трассе с большим количеством поворотов будут гонять сильнейший дрифт пилоты страны. Начало 29 января в 13.00. Гонки продлятся до 16.00. Финальные заезды 30 января. Также с часу до 4.00. Вход бесплатный, но нужен QR-код. Трансляцию можно посмотреть на YouTube-канале «Красное кольцо». В Красноярске появился ещё один прогулочный бульвар с подсветкой. На этот раз на взлётке в сити-квартале Александровский. Это в районе 78-й добровольческой бригады 26. Бульвар назвали в честь пушкинского персонажа «Онегин». В создании пространства дизайнеры застройщика использовали модульные скамьи-шезлонги, брусчатку с 3D-эффектом и световые инсталляции видеарок и сверкающих пончиков. Территория открыта, гулять по новому бульвару смогут все жители и гости города.